Как же нужно измерять артериальное давление? Это чрезвычайно важно, потому что неправильное использование метода диагностики приводит к ошибочному диагнозу. Еще раз. Сесть на стул. Спина прямая. Расслабить ноги. Они не должны быть скрещенными. Они должны стоять на полу. Нужно облокотиться на спинку. Рука должна легко лежать на столе. Рука должна быть без одежды. Это очень важно, потому что все измерения на одежду приводят... Мало того, тонометр должен находиться на одном уровне с сердцем и, соответственно, с рукой. Закрепляет манжету на середине плеча, на уровне сердца. Ее нижний край на 2 см выше локтевой лампы. Два пальца должно быть. А толщина в саму манжету должен вот так вот снизу вставлять один палец. Это значит, вы нормально, не туго и не слабо наложили эту манжету. Здесь от ямки два пальца. Далее необходимо достаточно быстро накачать воздух в манжету до 60 мм ртутного столба, а затем уже потихоньку нагнетать по 10 мм до исчезновения пульсации еще сверх 30 мм. Далее скорость, с которой мы спускаем эту манжету. 2 мм ртутного столба в секунду. То есть потихонечку, чтобы четко услышать, на каком, собственно, делении мы услышим первый коротковский звук. Первый удар пульса и, соответственно, пятый коротковский звук, когда он исчезает, это последний удар. Это равняется диастолическому артериальному давлению. То, что я вам сказала, это аскультативный способ измерения артериального давления. Еще раз, вот вы видите на этой картинке, врач измеряет артериальное давление. В плане, мы можем уже оценить с вами, вот видите, очень грамотно сидит пациент. Он облокотился на спинку стула, надеюсь, что ноги у него не скрещены. У него правильно наложена манжета, у него, ну, подняли короткий рукав, рубашки, это нормально, это допустимо, ничего не стягивается. То есть тут вот все врач сделал правильно. Что важно? Важно понимать, что артериальное давление у нас в норме все время колеблется. Мы чуть-чуть понервничали, побежали по лестнице, сделали какое-то физическое упражнение, давление повысилось. И это нормально. Также нормально, если это повышенное, вот в течение нагрузки или эмоционального какого-то всплеска давления, вернется к своей норме через 5 минут. Я человек, который делал велоэргометрию достаточно много лет, великолепно это знаю. Вот ты даешь человеку нагрузку, и у него вместе с увеличением частоты сердечных сокращений начинает повышаться давление. А дальше после снятия нагрузки ты смотришь, как быстро оно восстанавливается. В норме давление должно вернуться к своим 120 на 80 через 5 минут. Если это восстановление идет более долго, то мы уже начинаем думать о том, что этот пациент предрасположен к повышенному артериальному давлению. Итак, для того, чтобы правильно его измерить, а ведь это наш основной диагноз, да, то есть основной метод диагностики, нужно дать человеку отдохнуть. Просто посидеть 5 минут, о чем-то с ним поразговаривать. Дальше делается 3 измерения с интервалом 1-2 минуты. Почему? Ну, потому что все мы люди, и на самом деле все мы терпеть не можем, когда нас оценивают. Вот мне сейчас меряют давление, и я тут же выдаю эмоциональную реакцию, хотя я с собой борюсь, я говорю, что нет, ничего страшного. Все равно первое измерение артериального давления будет выше, чем второе. Поэтому, чтобы избежать этой ошибки, нужно измерить 3 раза. Для того, чтобы человек успокоился и уже в спокойном состоянии измерить его давление. Если у человека аритмия мерцательная или другие, то измерения, какие-то удары сердца могут выпадать, и измерение будет неточным. Особенно, если оно делается электронным способом. Поэтому, самый точный способ измерения артериального давления – это сфигма-манометр или ртутный манометр и ручное измерение. То есть, когда мы слышим тона. Электронные все методы – это, ну, как бы для упрощения метода измерения. Но мы должны понимать, что электронными тонометрами точность гораздо ниже. И на них 100% полагаться, особенно при диагностике, не следует. Их можно использовать просто для ежедневного контроля пациентами. И то, вот так, плюс-минус. Ну, вот так же, как, например, вот эти часы, которые для медицинских целей использоваться не могут. Вот, что касается измерения. Цифры артериального давления. Вот все, что нас учили в детстве, давным-давно. 120 на 80. О, у вас давление, как у космонавта. Так вот, давление 120 на 80 должно быть у большинства населения. Это норма. Сейчас, по последней классификации, классификации все время меняются. Все время вот эта норма, то она выше, то она ниже. Значит, сейчас цифра между нормой и патологией является давление 140 на 90. Если давление выше, чем 140 на 90, любой из этих показателей, или верхний, или нижний, значит, мы говорим о том, что у пациента артериальная гипертензия. Дальше вы видите степень ее, первая, вторая, третья. Вот, нормальным является давление в диапазоне 120-129 мм ртутного столба и, соответственно, диастолическое 80-84. И у большинства пациентов, у большинства, мы будем стремиться именно к этим цифрам артериального давления. В некоторых группах оно может быть чуть повыше, вот, но чуть пониже, нет, не может быть ни в каких группах.